Вы контролируете свое артериальное давление? Возможно, у вас есть признаки повышения артериального давления? Что делать, если появились симптомы гипертензии? Смотрите видео до конца и, возможно, оно вам поможет избежать осложнений при гипертонии. Артериальное давление, АД, является одним из главных показателей состояния организма. Колебания давления приводят к нарушениям в организме, требующим медицинского вмешательства для того, чтобы не развились тяжелые осложнения гипертонии. Вы контролируете свое артериальное давление? Далеко не все люди измеряют давление, регистрируют колебания его и отмечают ежедневные отклонения. А делать это необходимо, особенно если появляются скрытые признаки поражения сосудов, которые свидетельствуют о нестабильном давлении. Артериальное давление может повышаться при различных стрессовых ситуациях и при физических нагрузках, но при отсутствии поражения сосудов оно постепенно нормализуется. При более стойком повышении показаний тонометра, появлении отклонений в работе сердца и почек, снижении работоспособности, хронической усталости, возможно развитие уже гипертонической болезни. Данное состояние требует применения гипотензивных средств, может протекать с развитием гипертонических кризов, когда скачок давления регистрируется выше 160 на 100 миллиметров ртутного столбика, отмечается сильная головная боль и рвота, сопутствовать стенокардии и нарушением кровотока в головном мозге. При тяжелом течении гипертонии возможно осложнение ее инфарктом и инсультом. Чтобы вовремя зарегистрировать подъем АД и принять меры по нормализации его и стабилизации показателей, следует знать признаки скрытого повышения артериального давления. Возможно, у вас есть признаки повышения артериального давления, выделяются 10 симптомов, которые могут свидетельствовать о том, что происходит подъем АД. Первый симптом – это ухудшение зрения. При повышении АД происходит спазм сосудов во всем организме и при этом наиболее подвержены этому воздействию сосуды головного мозга, а значит и органа зрения. Если отмечается нечеткость зрения, размытость очертаний предметов, появляются боли в глазных яблоках и иногда выделяется сосудистая сеть белков, то следует проконтролировать цифры артериального давления. Второй симптом – головные боли, особенно в области затылка, сопровождающейся головокружением, подташниванием, пульсацией в висках, то следует измерить давление. Третий симптом – боли в грудной клетке, локализующиеся в области сердца, за грудиной, подсказывают о том, что надо проконтролировать артериальное давление. Четвертый симптом – сердцебиение, появление аритмии, ощущение экстрасистолии, чувство замирания в груди и по пульсу выпадения удара. Часто подсказывают о нарушении в проводящей системе сердца, возникшей при недостаточном кровотоке на фоне сужения сосудов. Берите затонометр. Пятый симптом – появление отечности голеней и стоп, возникающие в вечерние часы, сопровождаемое ноющими болями, ощущением усталости в нижних конечностях, должны направить вас за прибором для измерения артериального давления. Шестой симптом – постоянная усталость, выраженная слабость, повышенная раздражительность. Бессонница – свидетельствуют о неполадках в организме, виной которых может быть высокое артериальное давление. Седьмой симптом – учащенное мочеиспускание, которое может сопровождаться появлением крови в моче. Бывает признаком заинтересованности почек вследствие повышения цифр давления. Восьмой симптом – нарушение памяти, снижение умственной деятельности, проблемы с запоминанием и концентрацией внимания. Могут быть симптомами гипертонии. Девятый симптом – появление боли в животе, которые не сопровождаются расстройством стула, а возникают как спазмы, сопровождающиеся тошнотой. Особенно характерны такие ощущения при нервных переживаниях. Десятый симптом – повышенное путаотделение, особенно появление влажных ладошек и области грудины. Подобное расстройство возможно при спазмах сосудов, происходящих вследствие высоких цифр артериального давления. Что делать, если появились симптомы гипертонзии? Если вы заметили у себя проявления, свойственное высоким цифрам артериального давления, то необходимо приобрести тонометр и проводить отслеживание его показателей. Если прибор будет часто показывать повышенное значение, то следует обратиться к врачу и пройти обследование. Возможно, еще есть время, чтобы стабилизировать цифры артериального давления. Надо просто предпринять какие-то меры. Например, повысить физическую активность, нормализовать питание, проконтролировать уровень глюкозы крови. Берегите себя и анализируйте свое состояние. Это поможет долго оставаться молодым и здоровым. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия! Продолжение следует...